Недавно президент Азербайджана провел встречу на высоком уровне с представителем российского правительства Алексеем Маверчуком. Они приветствовали развитие двусторонних отношений, в том числе экономического сотрудничества, отметив, что в этом году товарооборот увеличился на 7%. На встрече был подчеркнут большой интерес, проявляемый российскими компаниями к Азербайджану и важность поддержки президента Ильхама Алиева в этом деле. Стороны подробно обсудили вопросы, связанные с деятельностью российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана, которые способствуют взаимной торговле и инвестициям. Они также отметили, что скорейшее открытие транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией будет способствовать стабильности и экономическому развитию региона. Заявление, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России о прекращении военных действий в Карабахе и прекращении огня 10 ноября прошлого года, вместе с рядом важных моментов, также включало разблокировку транспортных и коммуникационных линий. Открытие этих линий выгодно для всего региона, в том числе и для самой Армении. Однако Ереван отказывается выполнять подписанные договоренности и оправдывается. Пашинян выступил против открытия транспортных коридоров по территории Армении, аргументируя это тем, что трехстороннее заявление не содержало указания о коридоре. В пункте 9 документа нет слова «коридор», но в предыдущем абзаце есть выражение беспрепятственного движения, что означает движение без контрольно-пропускного пункта. Пашинян, однако, утверждает, что термин «коридор» якобы использовался в отношении «лачинского коридора», но он забывает, что нет выражения беспрепятственного движения рядом с выражением «лачинский коридор». Другой важный момент здесь заключается в том, что если Армения использует «лачинский коридор», почему бы Азербайджану не использовать коридор, проходящий через территорию Армении, для сообщения с Нахчеваном. Пашинян также ведет двойную игру против России. Премьер-министр Армении стал причиной срыва очередной трехсторонней встречи, запланированной на 9 ноября этого года по инициативе президента России Владимира Путина. Российские источники также подтвердили, что армянская сторона отказалась присутствовать на встрече накануне без объяснения причин. Также было подготовлено итоговое заявление встречи. Неуважительно проявив к России этот шаг, Пашинян пошел еще дальше, не обратился к Европейскому Союзу с просьбой провести трехстороннюю встречу в Брюсселе. Посрамив Россию, Пашинян заявил, что по-прежнему уважает ее и не намерен выходить из организации договора о коллективной безопасности.